Да, спасибо. А, можно начинать, да? Да, спасибо большое. Значит, у меня это первое мое участие в конференции с такой довольно интересной тематикой, однопараметрические полугруппы операторов. Так что, да, я очень благодарен Ивану Ремезову за идею такой конференции, естественно, за организацию и за приглашение сделать доклад. У меня доклад будет посвящен асимптотическому полугрупповому свойству. Так, ну, скорее, доклад, он так вписывается в тематику физики открытых квантовых систем, где сейчас, наоборот, популярна немарковость, популярны всяческие исследования по немарковским моделям. Полугрупповое свойство, оно ассоциируется с марковостью. Что такое марковость и немарковость в квантовом случае есть множество разных подходов? Ну, в этом докладе в моем марковости полугрупповое свойство будут синонимами. То есть, говоря марковость, я имею в виду полугрупповое свойство. И вот современные исследования в открытых квантовых систем, ну, скорее, концентрируются на немарковости. То есть, считается, что с марковостью, с марковскими моделями, которые, в частности, описываются полугруппами, ну, более-менее все понятно. Есть классические теоремы Дэвиса, к примеру, которые вот будут упомянуты в этом докладе. И все с ними ясно. Но полугрупповое свойство выполняется только при довольно определенных условиях, типа слабая связь системы с резервуаром, к примеру, или некоторые другие условия, условия низкой плотности. А в реалистичных сценариях мы можем ожидать немарковость. Ну, вот в этом докладе я рассматриваю одну точно решаемую модель открытой квантовой динамики. И пытаюсь задаться вопросом, а может быть, вот в целом динамика немарковская не подчиняется полугрупповому свойству, но, может быть, на больших временах она начинает подчиняться этому полугрупповому свойству. В некоторых случаях это действительно так. Второй вопрос, ну, тоже важный для современных исследований по открытым квантовым системам, это возможность марковского вложения. Один из популярных методов исследований немарковской динамики заключается в чем? Ну, собственно, что нам делать? Если у нас есть какое-то приближение слабой связи системы с резервуаром, то у нас есть теория возмущений. Есть некие аналитические методы, как вывести уравнение для состояния системы, как раз оно получается, имеет вид полугруппы. Все понятно. А что, если у нас общий случай, как быть тогда? Ну, можно, конечно, решать численно, но все-таки есть какие-то аналитические инструменты. Вот один из аналитических инструментов заключается в том, чтобы попытаться вложить немарковскую систему в марковскую. Ну, то есть вот на левой картинке здесь изображена какая-то система, которая взаимодействует с окружением, ну, E от слова environment, ну, немарковским образом, то есть динамика системы не описывается в виде действия полугруппы. Но можно попытаться как-то расширить эту систему, выделить какие-то, ну, что ли, наиболее такую эффективную часть окружения, что ли, как-то расширить систему, и таким образом, чтобы вот эта расширенная система S плюс S' с оставшимся окружением, E' взаимодействовала уже по полугрупповому закону. То есть все-таки немарковскую динамику свести к марковской. Ну, и как будто бы есть такая вера, что, ну, так более-менее всегда это можно сделать. Но оказывается, это не так. Вот на примере точно решаемой модели будет показано, что это не так. Ну, собственно, насчет, вот я тут проговорил, и про численные методы, про аналитические, про точно решаемые. Ну, в общем-то, какие у нас есть способы подойти к немарковской динамике, ну, и вообще к динамике открытой квантовой системы, где у нас большой резервуар. То есть, ну, либо все-таки решать прямо численно, либо развивать все-таки какую-то теорию возмущений, которая, ну, должна привести к какой-то форме марковости, ну, или что-то похожее на марковость и на полугрупповое свойство. Ну, либо рассматривать точно решаемые модели, где мы просто можем явным образом выписать аналитическое решение. Вот, и вот как раз доклад посвящен одной из таких моделей, точно решаемых, на примере которой можно какие-то вещи посмотреть подробно. Речь идет о модели чистой дикогеренции. Вот было слово «чистое», «пьё» вызвало вопросы, сейчас поясню. Так, итак, постановка, типичная постановка для теории открытых квантовых систем. Итак, у нас система с гамильтонианом HS, резервуар с гамильтонианом HB. Ну, резервуар, он же окружение, environment, и он же термостат, или по-английски bus, отсюда индекс B вот здесь вот. Так что B – это окружение или термостат. Плюс гамильтониан – их взаимодействие. Так, ну или вот, ну, можно так вот, изолированные гамильтонианы изолированных систем и резервуара обозначить H0, а HI – ну, как бы возмущение. Хотя модель точно решаемая, здесь у нас пока что нет никакой теории возмущений. Система – это двухуровневая, C2. Ей соответствует Гильбертово пространство C2. И гамильтониан HS имеет вот такой вид, омега-0 пополам на сигма-зет. Сигма-зет – это соответствующая матрица Паули. Резервуар состоит из для начала конечного числа квантовых гармонических осцилляторов с частотами омега-к. А-к и А-к-крест – операторы уничтожения и рождения. И гамильтониан – их взаимодействие. Взаимодействие имеет вид вот так тензорного произведения таких операторов. Сигма-зет, действующий на систему. И вот такой оператор, действующий на резервуар. Начальное состояние рассматриваем такого вида. Какое-то произвольное состояние системы, ро-нулевое. И тепловое состояние резервуара, гипсовское. Zb – это нормировочная константа. Ро без индексов я обозначаю приведенную матрицу плотности системы. Как можно увидеть, гамильтониан полный коммутирует сигма-зет. Сигма-зет коммутирует сигма-зет. Здесь вообще по системе тождественные операторы. Здесь опять сигма-зет. Поэтому диагональные элементы матрицы плотности сохраняются. Да, мы интересуемся, как обычно, в теории открытых квантовых систем. В общем, резервуар – это у нас такой источник шума. Что происходит в резервуаре, мы не интересуемся. Да, вот Александр Николаевич Печень и вот сейчас Олег Моржин нам представили доклады про управление квантовыми системами, где резервуар может использоваться в качестве ресурса для управления. В нашем случае резервуар – это просто источник шума. Мы его никаким образом не контролируем. Мы интересуемся, что происходит с системой. То есть мы берем от оператора плотности полного частичный след по резервуару и рассматриваем только оператор плотности системы. Поскольку система – это С2, то ее оператор плотности или матрица плотности, я тоже употребляю то и другое, как синонимы, это просто матрица 2 на 2. И вот диагональные элементы, которые имеют смысл вероятности нахождения квантовой частицы на двухэнергетических уровнях – нулевой и первой, они сохраняются во времени. И только вне диагональные элементы меняются. Вот ρ1, 0 – вне диагональный элемент матрицы плотности уменьшается со временем. Не обязательно монотонно, но уменьшается, по крайней мере, с первоначальным значением. Это и есть декогеренция. Потому что вне диагональные элементы матрицы плотности, они и отвечают за квантовые свойства. Они называются еще так на жаргоне физическом, вот эти вне диагональные элементы когерентностями. Вот почему это называется чистой декогеренцией, раз был вопрос, то я сразу и отвечу. Декогеренция вызывается двумя процессами. Вот эта чистая декогеренция, то есть вне диагональные элементы 1, 1 и 0, 0, они не меняются, они стоят на месте. И только диагональные элементы не меняются, и только вне диагональные элементы уменьшаются. Это вот и есть чистая декогеренция. В общем случае присутствует еще другой процесс. Это термализация диагональных элементов, когда здесь устанавливаются, вот сами они, вот эти диагональные элементы, То есть вероятности нахождения частицы на энергетических уровнях со временем меняются и устанавливается под влиянием теплового резервуара какое-то тепловое равновесие между ними. И этот процесс тоже сопровождается, помимо уравновешивания, термализации вероятностей, этот процесс также тоже сопровождается еще декогеренцией. Но вот это называется чистая декогеренция, потому что здесь кроме декогеренции ничего больше не происходит, поэтому она и чистая. Она происходит, это точно решаемая модель по такому закону, по сравнению с ρ1,0 от 0 на е в степени минус γ от t, где γ от t это вот такая функция, где g это вот эти коэффициентики, которые у нас были в гамильтониане взаимодействия. Вот β это обратная температура резервуара, да, здесь я сказал, состояние резервуара тепловое, β это обратная температура. Ну или можно формально переписать это вот в таком виде, в виде интеграла, если мы введем функцию спектральной плотности. Ну просто обозначим фактически сумму как интеграл по сумме дельта функций. А потом мы осуществим термодинамический предел, вот n число осцилляторов в резервуаре мы устремим к бесконечности и предполагаем, что g от ω стремится к интегрируемой на полуоси функции. И тогда уже этот интеграл становится настоящим интегралом. В дальнейшем мы будем уже иметь дело вот с таким интегралом, уже настоящим, где g эффективная, то есть g от ω на катангенс гиперболический от β омега пополам. Это уже настоящая функция. Физически мы ожидаем, что на больших временах вне диагональные элементы должны стремиться к нулю. Но математически мы можем видеть, что это не всегда так. Например, если эффективная спектральная плотность, деленная на ω в квадрате, это интегрируемая функция, то по теореме Риммана-Лебега или по лемме Риммана-Лебега слагаем этот интеграл можно разбить на две части с единичкой и с косинусом. И та часть, которая с косинусом, стремится к нулю при больших t, потому что косинус – быстро осцилляющая функция. Да, предполагаем, что g эффективная от ω достаточно быстро стремится к нулю на бесконечности. То есть на бесконечности никаких проблем не возникает, а вот где могут быть проблемы, так это в нуле. То есть требование интегрируемости на это отношение g эффективное делить на ω в квадрате – это условие на поведение g эффективное в нуле. Если она интегрируема, тогда гамма стремится к некой константе, и ρ1,0 от t тоже стремится к некой константе, а вовсе не к нулю. Так что математически, как мы видим, не всегда имеет место полная декогеренция, то есть устремление к нулю вне диагональных элементов. И несмотря на то, что модель хорошо известна, точно решаемая, вроде и хорошо известная, полного анализа, с какой скоростью происходит декогеренция, пусть она полная, но с какой скоростью она происходит, я вот не обнаружил. Были, есть статьи, вот они здесь записаны, где так это исследуется. Основной результат – это следующая теорема, где все случаи анализируются детально. Пусть g от ω – это интегрируемая функция от нуля до бесконечности и непрерывно дифференцируемая в некоторой окрестности нуля. Тогда, если g от ω ведет себя, как при маленьких ω, как степень выше двойки, тогда этот случай мы уже разобрали, функция γ стремится к константе, и, соответственно, происходит только частичная декогеренция, внедиагональный элемент тоже стремится к константе. Если функция g от ω ведет себя линейно, при малых ω, тогда функция γ неограниченно возрастает, причем возрастает по линейному закону от времени, ну и тогда получается экспоненциальная декогеренция, то есть внедиагональный элемент стремится к нулю экспоненциально. Причем константа, показатель экспоненты связан со значением эффективной спектральной плотности в нуле, а также возникает степенной член, который связан с производной в нуле. Вот, теперь, да, если квадратично, если не линейно, а квадратично, был у нас случай, когда степень выше двойки, потом степень единицы, и вот степень ровно двойка, тогда по-прежнему γ от t неограниченно возрастает, неограниченная функция, поэтому происходит полная декогеренция, но по степенному закону экспоненциального члена уже нет, по степенному закону происходит декогеренция. И последний случай, когда γ от омега имеет вот такой вид, когда она ведет себя как единица плюс дельта, где дельта меняется от минус единицы до единицы, на какую-то функцию γ от омега, которая непрерывно дифференцируема. То есть сама функция γ может уже не быть непрерывно дифференцируемой в нуле, ну потому что, если тут корень из омеги, значит в нуле нет дифференцируемости, но после того, как мы выделим соответствующий множитель, то оставшаяся функция пусть будет непрерывно дифференцируемой. Тогда по-прежнему происходит полная декогеренция либо со сверхэкспоненциальной скоростью, либо с субэкспоненциальной скоростью. Константы тоже можно явно вычислить, но вот теорема схематически можно ее представить на таком рисунке. γ от омега ведет себя как c в степени, какая-то константа на омега в степени альфа, и дальше как поведение в зависимости от альфа. Если альфа от нуля до единички, ну, к примеру, квадратный корень, вот здесь изображена условно функция квадратного корня, то на декогеренции происходит со сверхэкспоненциальной скоростью, ну типа e в степени минус t в квадрате. Здесь, если линейно, то просто экспоненциальная. Если здесь быстрее, чем линейная, например, омега в степени 3 вторых, то субэкспоненциальная, ну типа e в степени минус квадратный корень из t, то есть быстрее любой степени, но все-таки медленнее, чем экспонента. Если квадратично ведет себя g от омега при малых омега, тогда декогеренция по степенному закону, и если степень больше двойки, то нет полной декогеренции. Вот такой подробный анализ этой точно решаемой модели. Так, доказательства я опущу. Оно опирается на лему Риммана Лебега. Теперь какие выводы? Во-первых, интересный вывод, что на больших временах, мне показалось это довольно удивительным, только два параметра – значение эффективной спектральной плотности в нуле и производная в нуле – полностью определять динамику. Вот показатели экспонента или степень в степенном законе. Казалось бы, можно ожидать, что от всех подробностей степенной функции зависит поведение. Но нет, на больших временах только вот эти два параметра и имеют значение. Дальше. Ну, дальше, наверное, сделаем два таких вывода. Первый вывод. Вот я упоминал о пределе слабой связи. Вот до сих пор у нас… Мы решили модель точно, но не все модели можно так точно решить, и поэтому разрабатывают теорию возмущений. Вот, например, когда взаимодействие между системой и резервуаром можно считать слабым. Тогда здесь H и умножить на лямбда, где лямбда – безразмерный, формальный, малый параметр. И тогда результаты – это хорошо разработанная теория, хотя и здесь, на самом деле, считается, что она хорошо разработанная, и тут действительно есть классические результаты. На самом деле, и здесь не все ясно. Но, тем не менее, из того, что ясно, из того, что разработано, что отсюда следует? Что вот из этих двух констант, самой спектральной плотности в нуле и ее производной, только вот эта константа остается. Вот это G-эффективное в нуле определяет показатели экспоненты, а производная определяет степенную поправку. Но вот это приближение слабой связи не видит степенную поправку, а видит только экспоненциальную часть. Вот как раз полугрупповое свойство. Тут я не пишу полный результат, потому что это уже выходит за пределы доклада, но как раз в этом пределе получается описание динамики в виде полугруппы в общем случае. В данном случае, если G-эффективное от нуля больше нуля, тогда просто в этом пределе получается экспоненциальное убывание. И в данном случае полугруппа выглядит очень просто. Это просто-напросто экспоненты. С диагональными элементами ничего не происходит, а вне диагональные элементы экспоненциально убывают. Это такая очень простая полугруппа. Если у нас произвольная система с какими-то более общими гамильтонианами, то, конечно, там уже возникает уравнение Гарине Косаковского с Ударшана Лимблода, в котором были доклады на этой конференции, в том числе, в частности, от Александра Евгеньевича Теретенкова и других, уже упомянутых, от Александра Печени и Олега Моржина. Ну, а в данном случае полугруппа получается очень простой. Но вот интересный случай, когда вот это же эффективное в нуле равно нулю, когда в точном решении вообще нет экспоненциальной зависимости, а только степенная, а производная не ноль. Вот, например, когда квадратичная зависимость. Квадратичная зависимость, я напомню, чем отличается эффективная спектральная плотность от обычной? Эффективная – это обычная спектральная плотность, помноженная на гиперболический катангенс. Гиперболический катангенс при маленьких омега ведет себя как единица делить на омега, то есть он уменьшает степень на единицу. То есть если G от омега – это С на омега в квадрате, то G эффективное от омега – это просто С на омега. Поэтому значение в нуле равно нулю, а производная уже не ноль. И тогда марковское приближение слабой связи предсказывает тривиальную полугруппу, которая действует как тождественный оператор. Ничего не происходит. А в реальности у нас полная декогеренция, просто она происходит довольно медленно, не по экспоненциальному закону, а по степенному. То есть разительное отличие. Вроде как мы привыкли, что в пределе слабой связи полугрупповое свойство должно выполняться, но есть нюансы. В каком смысле они выполняются, а в каком нет. Есть теорема Дэвиса, вот как раз один из классических результатов, даже, я бы сказал, самый главный классический результат 70-х годов, который применительно к данной модели, я выписываю тут не в максимальной общности, а применительно к данной модели, можно описать вот таким вот образом. Ро – точная динамика, а ро с черточкой – это приближенная, как раз в соответствии с этой полугруппой, простой полугруппе, которую я описал. С диагональными элементами ничего не происходит, в ней диагональные экспоненциально убывают. Вот супремум разности между ними, супремум на временах от нуля до Т делить на лямбда в квадрате, и лямбда стремится к нулю, а Т – произвольное число, но конечное, Т большое. Вот эта разность стремится к нулю, ну, предел точнее, предел равен нулю. И этот предел, если мы подставим, вот рассматриваем вот этот случай наш, когда вообще-то в точной динамике получается, что если Т стремится к бесконечности, то ро с чертой стремится к ро начальному, к ро 1,0 начальному, а ро – точная динамика, а ро 1,0 без черты стремится к нулю. То есть пределы-то различаются. Но вот именно вот это равенство, тем не менее, верно. Именно из-за того, что супремум берется не по всей полуоси, а по временам порядка единицы делить на лямбда в квадрате. То есть можно тогда подставить и получить, что да, теорема Дэвиса выполняется. То есть, конечно, это же теорема, и поэтому она выполняется. Поэтому не сказать, что теория слабой связи не работает, но это важное ограничение теории слабой связи, которое понимал и комментировал сам Дэвис. Вот недавно, в 2020, ну, на самом деле, серия работ началась там с начала нулевых, но вот обзор замечательный был выпущен в 2020 году Марку Меркли про теорию резонансов, который расширяет теорему Дэвиса и доказывает результат такого вида, что на всех временах, не просто на временах от нуля до порядка единицы на лямбда в квадрате, а на всей полуоси от нуля до бесконечности верен вот такой результат, что они всегда, точные приближенные решения всегда близки. Но при дополнительном условии, ну, которое называется в первой Golden Rule Condition. Ну, если неформально, как раз оно и говорит, что только один единственный масштаб времени, это лямбда в минус второй степени. И вот именно это условие в нашем случае и нарушается. То есть теорема теории резонансов тоже верна, потому что это теорема, просто не надо забывать об этом дополнительном условии. Это не какое-то там техническое условие, оно очень существенное. И в нашем случае оно как раз может нарушаться. Это первый поучительный вывод. Второй. Ну, вот возвращаясь к двум вопросам. Возможности марковского вложения, то есть вложения в полугруппу и асимптотическая полугруппа. Вот в этом же случае мы видим, что вложить в полугруппу нельзя. Вот такую систему, где декогеренция происходит по степенному закону. Потому что если у нас полугруппа, то есть для квантового случая это означает для открытых квантовых систем уравнения ГКСЛ или ГКЛС, то ее решение – это сумма экспонент. Это система. Во всяком случае, если система у нас даже расширенная, конечномерная, тогда это у нас просто линейная система дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, и ее решение – это сумма экспонент. А у нас степенная декогеренция, они экспоненциальные, поэтому никаким образом ее не вложишь в решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений. То есть не всегда вот этот прием срабатывает, что если у нас не марковская динамика, мы просто ее вложим в марковскую. Это только определенный класс можно вложить, но не все. Это важно. И вот теперь, да, тоже важный такой вывод, а может быть это такая… Бывают ли физические такие случаи, вот таких экзотических спектральных плотностей, которые приводят к неэкспоненциальной декогеренции? Или это математическая экзотика, физически такого не бывает? Нет, бывает. Вот насчет степенной декогеренции не знаю, но вот что точно бывает, что обсуждается в физической литературе, это так называемый 1 на f шум, фликер-шум, тогда декогеренция происходит по сверхэкспоненциальному закону. Это тоже не описывается полугруппой. f в степени минус atf в квадрате. А в нашей теореме это можно, ну, почти что можно описать. В буквальном смысле нельзя, в t в квадрате там появляются расходимости, но можно так. Если у нас спектральная плотность, это c на омега в степени дельта, где дельта очень маленькое, но положительное число, тогда эффективная плотность, степень она уменьшает на единицу, тогда будет не совсем единица на f, f это частота, в нашем случае это омега, не совсем единица на омега, а единица делить на омега в степени единица минус дельта, где дельта маленькое число. Тогда получается убывание сверхэкспоненциальное, но со степенью чуть меньше двойки. То есть, сколь угодно близко к двойке можно подходить, но не в точности. В точности там некая регуляризация нужна, иначе появляются расходимости. Ну, в общем, это я считаю, что можно, то есть теория может описать убывание соответствующую декогеренцию, которая не описывается полугруппой. Так, да, надо заканчивать. Ну и, собственно, да, самый последний результат. А вот если, а вот теперь возвращаемся к случаю, когда у нас g от омега ведет себя линейно, когда у нас есть и экспоненциальная, и степенная зависимость, ну вот к этому случаю, собственно, вот к этому случаю, когда и степенная есть зависимость, то есть и экспоненциальная, и степенная. Тогда на больших, дальше очень простой факт, на больших временах, естественно, степенная побеждает, ой, извините, экспоненциальная побеждает степенную функцию, поэтому на больших временах можно степенной пренебречь. А экспоненциальная степенным членом, а экспоненциальная, это и есть полугрупповое свойство. Поэтому простой факт, что на больших временах можно написать уравнение для матрицы плотности. Я раньше писал ρ без индекса, здесь я почему-то ρ стал писать. Можно написать уравнение типа GKSL с переменным γ, где γ стремится к некой константе на больших временах. То есть на больших временах мы имеем полугрупповое свойство. Тоже довольно, мне кажется, интересный феномен, что в общем случае система не марковская и не подчиняется полугрупповому свойству, но на больших временах она все-таки при определенных условиях начинает подчиняться. Вот. Ну вот, да, по времени у меня тут выходит, поэтому на этом я бы хотел завершить рассказ. То есть вывод. Асимтатическая марковость на больших временах, но в каких-то случаях, наоборот, существенная не марковость, даже не вложимость в марковские полугрупповые модели. Ну а открытый вопрос, что данная модель очень частная, хотелось бы обобщить эти результаты на какие-то более общие модели, понять, насколько широко распространено вот это асимтатическое полугрупповое свойство для общих классов модели, а когда наоборот это принципиально невозможно и даже нельзя вложить в полугрупповую модель. Ну, спасибо за внимание. Спасибо докладчику. Какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Да-да. Антон, а можно ли вот эти вот открытые проблемы сформулировать в абстрактном виде так, чтобы их можно было включить в список открытых проблем теории ц-ноль полугрупп? Как ты думаешь? Чтобы когда есть уже прям конкретная формулировка математическая, то обычно это привлекает внимание, и кто-нибудь может взять и решить. Или если ты сам впоследствии решишь, то будет приятно, вот решил открытую проблему из списка. Или здесь все-таки слишком много физики и нельзя сформулировать абстрактно-математически? Ну, мне кажется, можно. Мне кажется, можно. То есть, ну вот более-менее общая постановка. Ну, только гамильтониан системы пусть будет теперь произвольной, а гамильтониан резервуара, вот эта часть, то есть гамильтониан резервуар тот же самый, гамильтониан взаимодействия здесь тоже самое, а здесь вот что-то более произвольное может стоять, какой-то произвольный оператор системы. Это уже достаточно общая модель, и тогда задача формулируется так, что верно ли, что на больших временах следим за приведенным оператором плотности системы? Вот первая задача. При каких условиях на спектральную плотность? Да, вводятся функции спектральной, точно так же, как и в этом докладе, вводятся функции спектральной плотности, термодинамический предел. Вот, тогда в зависимости от каких условий на спектральную плотность у нас будет уравнение ГКСЛ, ну, не обязательно именно такого вида, но уравнение вида ГКСЛ, этот вид хорошо известен, на больших временах. То есть, ну, или так, если в терминах полугруппа, не в терминах генераторов, то, ну, вот что-то, что-то вроде теоремы Дэвиса, только на временах, наоборот, на больших, не от нуля, там, до какого-то, а наоборот, может быть, от чего-то до бесконечности, что разность между полугруповой динамикой и точной стремится к нулю. Ну, что-то в этом роде, мне кажется. Так что, я думаю, можно сформулировать. Если ты вот сделал описание проблемы на полстраничке в таком вот проверяемом виде, чтобы любой человек, независимо, не погружаясь глубоко в физическую мотивировку, мог чисто математически эту задачу осознать, мы ее включим в список открытых проблем, будет здорово присылать, пожалуйста. Да, хорошо. Ну, тут физику не надо погружаться, но во что надо, но, наверное, в теорию бесконечного кванта, как там, чтобы математически описать резервуар, тут требуется определенные усилия. Ну, здесь я немножко, да, по простому пути пошел. Сначала сказал, что в резервуаре конечное число осцилляторов, а потом устремил к бесконечности. Можно начинать сразу с бесконечного, но тогда нужно это корректно определять. Там вот ГНС-представление, вот эти всякие вещи. Ты знаешь, это вполне нормально, если ты приложишь к формулировке задачи ссылки на некоторые работы, ну, может, на монографии, где контекст весь восстанавливается, чтобы, ну, сэкономить формулировку задачи, не включать все мыслимые определения. Ну, хорошо, да. Спасибо большое. Извините, может, еще у кого-то вопросы я занял эфир? У меня есть вопрос. Меня слышно? Да, Татьяна, да, добрый день. Добрый день. А если рассматривать не один резервуар, а несколько, с разными температурами, там поток тепла задачу такую поставить в данной системе. Ну, то есть там я вижу, у вас там бета фигурирует, ну, там бета, ну, два. То есть система, открытая система взаимодействует, ну, например, с двумя резервуарами с разными температурами, там бета-1 и бета-2. И вот если они разные, то поговорить о потоке тепла в данной системе, о законе фурии, я не знаю. В общем случае, да, и люди этим занимаются. Есть такая наука квантовая термодинамика, где прямо так люди и рассматривают резервуары с разными температурами, какие там потоки тепла. Ну, мне кажется, отличие вот от ваших работ, что в том, может быть, там не рассматривают длинные цепочки, не пытаются вывести закон там вот типа фурии. Но когда у нас, например, один атом между двумя резервуарами с разной температурой, там нет законов фурии, но что там происходит и какие там потоки, это да, рассматривается. То есть такая наука есть. Конкретно в этой модели, так, ну вот такой ответ, мне кажется, конкретно в этой модели, наверное, нет, потому что здесь будет просто сумма двух гамма. Гамма от одного резервуара плюс гамма от другого. Если не ошибаюсь, я вот, да, мне так трудно на ходу соображать, но в данной модели, мне кажется, так. Будет просто сумма двух гамма. Ну, потому что модель очень частная, потому она и точно решаемая, что она очень такая простая, частная. Поэтому в данной модели ничего такого не будет, а в общем случае, да, это изучается. Ну да, вот конечная цепочка. Первый там осциллятор взаимодействует с одним резервуаром с одной температурой, а последний, например, вот с другим резервуаром. Ну да, да, такое изучается, конечно. Нет, вот вашу систему чуть-чуть можно так обобщить. Ну да, да, но здесь, видите, в чем дело, здесь нету переходов между уровнями энергии у квантовых систем. Вот то, что здесь написано, диагональные элементы сохраняются. И поэтому в этом смысле как будто и нету потока тепла, то есть просто когерентность квантовая, согласованность по фазам распадается, а как такового потока тепла и нету в этой модели. Спасибо. Спасибо. Спасибо докладчику еще раз. Значит, вот... Спасибо.